Здравствуйте, в эфире интервью. С вами Лена Шамахова. Сегодня у меня в гостях первый заместитель главы города Красноярска Игорь Тетенков. Здравствуйте, Игорь Петрович. Здравствуйте, Лена. Сегодня вы провели, я знаю, большую пресс-конференцию по поводу ремонта автодорог в городе Красноярске в этом году. Насколько я знаю, это самая масштабная работа, наверное, в современной истории города Красноярска. Сколько километров автодорог будет отремонтировано? Да, Лена, действительно, сегодня на пресс-конференции я доводил цифры, которые свидетельствуют о том, что это действительно очень большой объем работы. Порядка 70 километров дорог мы в этом году должны отремонтировать. Капитальный ремонт, ремонт, строительство. И, значит, если предыдущие годы мы 20, 15, 17 километров дорог за год делали, конечно, здесь гораздо объем очень большой. Давайте начнем с коммунального моста. Его тоже будут ремонтировать. Как, когда и для кого он будет закрыт на период ремонта? Действительно, чтобы организовать работу по организации дорожного движения, мы, начиная с нового года, работали совместно в составе рабочих групп, которые входили в Сибирский федеральный университет и ГИБДД. И, значит, отдел мониторинга регулирования дорожного движения подключался от общественности. Действительно, для нас очень важно было организовать движение в центре города, так как здесь основные работы будут Мира, Карломарса, Дубровинского, Вимбаума, Перенсона. И, конечно, основной это коммунальный мост. Коммунальный мост у нас будет ремонтироваться в два этапа. Первый этап этот год, это, значит, мост ремонтируется над протокой, то есть с правой стороны, с предмостной площади. И уже на следующий год основное русло. Учитывая необходимость распределения правильного потока движения, мы ориентировочно с 1 июня будем организовывать дорожное движение таким образом, чтобы ограничивать движение по коммунальному мосту. И по коммунальному мосту будет разрешено движение только для общественного транспорта и спецавтотранспорт, то есть пожарные машины, скорая помощь, правоохранительные органы. Ну, наш город известен как город с большим количеством личного автотранспорта. И уже сегодня люди, добираясь на работу, либо обратно домой, стоят в пробках. А тут ремонт такого большого количества дорог. Меняется схема дорожная. Как ехать, куда, как поворачивать, где одностороннее теперь движение. Вот вы не боитесь коллапса такого в городе? И можно сегодня уже, может быть, где-то посмотреть схему движения, которое будет у нас в городе летом, для того, чтобы, ну, как-то уже привыкнуть, может быть, к ней. Конечно, даже вот сегодня на первой такой мощной пресс-конференции эти вопросы были, и мы объясняем. Значит, я буквально просто коротко скажу о том, что действительно из-за того, что большой объем работ будет в центральной части города, здесь у нас организованы будут движения как бы по квартальной и квартальной движения. Это там, допустим, для примера, по улице Декабриста будет введено одностороннее движение, значит, по диктатуре пролетариата будет одностороннее движение введено. Затем у нас четыре устанавливаются светофорных объекта, которые помогут нам также регулировать дорожное движение. И также у нас есть вопросы, связанные с организацией дорожных движений, образование колец. Это улица Республики Ады Лебедевой, где у нас одностороннее движение будет по обороне. То есть вот так вот локально, как говорится, определены все потоки движения. Замысел следующий, что мы распределять будем потоки, если с Копыловского моста машины должны уходить через центр и на четвертый мост, либо по Брянской уходят, по второй Брянской уходят на Октябрьский мост. Вот замысел такой, где можно посмотреть, мы переходим на еженедельное доведение информации и непосредственно руководителям Департамента городского хозяйства, и непосредственно начальникам отдела мониторинга и регулирования дорожного движения. Конкретно, точечно, как будет двигаться автотранспорт. Эта схема организации дорожного движения на сегодняшний день будет опубликована на сайте. Вот, понятно, в ходе ремонта дорог планируется улучшить уже существующую дорожную схему? Возможно, расширение дорог, какие-то новые пешеходные переходы, наземные пешеходные переходы, доступная среда для маломобильных групп? Конечно, в первую очередь здесь мы решаем, я так скажу, две основные проблемы. Должен сказать, три проблемы. Вот в рамках ремонта, а ремонт проводится в рамках, значит, федеральной программы безопасной и качественной дороги. Здесь, естественно, приведение в техническое соответствие дорожного полотна, значит, проезжей части. Напомню, что у нас всего 36%, это 227 километров дорог, соответствует техническому состоянию. Вот за счет этого периода, этого года мы доведем это состояние до 44%, ну, порядка 70 километров дорог мы плюсуем, да. И, конечно, это первое, у нас, что греха таить, как говорится, есть много и от надзорных органов, и от жителей, значит, конечно, и требования, и пожелания, чтобы действительно дороги привести в соответствие. Ну, не было такого большого ремонта, как в этом году. Это мы первое, решаем проблему. Второе, мы проблему решаем, это, конечно, пешеходная доступность. То есть, где у нас это возможно в рамках особенно капитального ремонта, реконструкции дорог, здесь у нас полный комплекс именно оборудования мест, пешеходной доступности с проезжей части и от остановочных комплексов. Это вторая проблема, которая решается и достигается. И третий вопрос, это, конечно, оборудование мест, значит, в рамках пешеходной доступности для людей с ограниченными возможностями. На каждой дороге сегодня, ну, например, я знаю, что на Красноярском рабочем этих мест, допустим, понижением бордюрного камня около 18-20 мест будет сделано, да, и на каждой дороге, и на Мира, Карла Марса. То есть, здесь учитывается однозначно пожелание и человеческая необходимость людей с ограниченными возможностями. Сколько денег будет потрачено на всю эту программу в 2017 году? Откуда город получил эти деньги? Ну, во-первых, значит, на сегодняшний день, действительно, этот объем выражается примерно, значит, более 1,7 миллиарда рублей. И, конечно, здесь в любом случае эти средства идут через, как я уже сказал, программу, федеральную программу безопасной и качественной дороги, ну, и, естественно, финансирование, софинансирование администрации края и города Красноярска. Из-за такого вот масштабного количества работ у вас нет опасения, что пострадает качество? Ведь у нас качество – это, ну, тема, которая обсуждается всегда, дороги. Останутся ли эти дороги уже такими же качественными через год, через два, через три? И такой еще вопрос. Вот из вашего опыта, в течение, может быть, последнего времени, кто-то из дорожников, которые выполнили некачественно свои работы, переделывал ли за свой счет дороги? И каков срок гарантийный у тех подрядчиков будет на вот эти работы, которые будут работать в этом году? Ну, начну, наверное, с последнего, о том, что, действительно, значит, гарантийный срок предусмотрен, капитальный ремонт, как мы говорим, значит, и с подрядными организациями, и те люди, которые профессионалы, дорожники, да, конечно, минимум 5-10 лет после капитального ремонта дороги должны и обязаны находиться в исправном состоянии. В качестве проведения ремонтных работ здесь срок, там, примерно от 3 до 5 лет. Ну, то есть, сроки-то довольно-таки серьезные, и, конечно, если в этот период гарантийные сроки нарушаются, это, в первую очередь, обязанность подрядных организаций это устранять. И такие факты есть, значит, и в том году, значит, принимались меры, и подрядчики устраняли эти недостатки. Я скажу, что мы еще, значит, перед тем, как, вот сейчас уже, мы уже знаем, на улицы города зашла, зашли подрядные организации, проводят предварительные работы, да, вот я уже говорил, на 10-12 улиц, то есть, мы изначально и с депутатами городского совета, и с общественностью выезжали в самом начале, смотрели, как подрядные организации еще до проведения конкурса готовятся, значит, к этим работам. Какое качество того вида материалов, которые завозятся, либо готовятся, щебень, значит, битом и так далее. То есть, задавались вопросы не только нами, но и общественностью, и депутатским корпусом. Ну, и также, скажу, непосредственно осуществлять контроль за производством дорог, будет это управление дорог, инфраструктурой и благоустройства. И у нас создана еще рабочая группа, в которой входит и общественность, и депутаты городского совета. Вот идет отремонтированная дорога, мы видим. Но хотелось бы, чтобы, когда ты проезжаешь по этой дороге, мы могли бы видеть и газоны благоустроенные, и красивые деревья вокруг. Будут ли эти работы предусмотрены, будет ли комплексная вот именно работа проведена по благоустройству дорожных дорог и благоустройству города? Конечно, вы правы о том, что сделать просто дорогу, да, это еще как бы не довести до конца все формирования общественного пространства, то, что прилегает дороге. Поэтому, конечно, ремонтные дороги, они более по видам, значит, ограничены, да. По ремонтной работе в рамках капитального ремонта здесь у нас идет еще побольше благоустройства, как говорится. Я уже не говорю о том, что и реконструкция здесь больше, больше еще, значит, границ, больше границ по благоустройству. Это газоны, тротуары, соответственно, посадка деревьев, живая изгородь. Но мы на сегодняшний день знаем, мы также решаем комплексный вопрос, связанный с тем, что также, значит, администрация края также выделяет голую городу средства для именно формирования общественных пространств. И, конечно, наша задача здесь вот то, что не вошло в рамках, как говорится, жесткости видов работы, необходимо еще нужно доделать, да, сформировать эти общественные пространства. Еще подготовлены эскизные проекты, которые будут сегодня уже предварительно докладываться главе города, обсуждается и будет выноситься на комиссию, которая создана в правительстве Краснодарского края, где мы будем защищать, значит, это благоустройство и, соответственно, нам позволит еще больше благоустроить территорию города, уличной дорожной сети. — Хорошая, удобная дорога — это приятная поездка. Но самое главное — это безопасность, это безопасная поездка. Вы, как председатель комиссии городской по безопасности дорожного движения, что вы ожидаете после вот такого масштабного ремонта дорог? — Ну, в первую очередь, вчера, как губернатор проводил заседание комиссии по безопасности дорожного движения края, конечно, для города очень важно, чтобы все-таки количество дорожно-транспортных происшествий в городе, как с участием пешеходов и водителей, как говорится, уменьшить. — Отмечалось вчера о том, что действительно в городе много сделано для того, чтобы, значит, более качественно подойти к пешеходным переходам, где непосредственно могут и совершаются у нас дорожно-транспортные происшествия, значит, другие вопросы безопасности. И в первую очередь, вот почему и программа называется, значит, безопасные и качественные дороги? Потому что в рамках ремонта этих дорог у нас в городе, значит, будут ликвидированы 27 очагов дорожно-транспортных происшествий, которые совместно с ГИБДД выявлено. У нас будет порядка шести, значит, участков дорог оптимизированы, где у нас будет улучшаться дорожное движение. Поэтому однозначно следующая цель, которую мы ставим, это, конечно, уменьшение дорожно-транспортных происшествий, значит, именно на улице города у нас. — Игорь Петрович, большое спасибо за то, что нашли время в вашем плотном рабочем графике и пришли к нам в студию. У меня в гостях был первый заместитель главы города Красноярска Игорь Титенков. До новых встреч, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok